Тазбулата Билгазин завершает обустройство своего нового дела. Молодой бизнесмен, который, кстати, получил профессию менеджера по торговлю в Китае, рискнул и запустил в Кустанай хостел. Он первый в нашем регионе. Но в мире подобные мини-гостиницы давно стали спасением для большинства путешественников. Я вообще рассчитываю, что ко мне будут приходить люди, желающие посетить Кустанай, чтобы недорого поселиться, потому что жилье в Кустанай снять очень дорого. Кустанай – город небольшой, но его посмотреть тоже стоит. То есть некоторые места можно посетить, но тоже нужны деньги. В хостеле всего полторы тысячи тенге кое-какое место. А, допустим, для сравнения, в гостиницах там от пяти и выше. То есть 7, 13, 18 тысяч – это стандартное место. Когда можно сэкономить, это место для ночлега. Мне это было удобно, и каждому во всем мире, все знают, что хостел очень удобен тем, что он дешев. Стоимость входит и завтрак. Таз-хостел рассчитан на 24 человека. Здесь есть все, что необходимо для путешественника или командировочного. Кровати, закрывающиеся на ключ ящики для хранения вещей, туалеты и душевые комнаты. Есть и кухня со всем необходимым. Тазбулат рассказывает, что вместе с мамой, которая является его бизнес-партнером, они старались сделать хостел необычным, а интерьер специально разрабатывали дизайнеры. Сейчас мы будем плотно работать в интернете, поскольку сейчас та эра, когда интернет сейчас взрывает все, когда человек едет в какую-либо страну, в какой-либо город, он сразу находит это все в интернете. То есть жилье, чем можно заняться, куда можно пойти, он все это находит в интернете. И сейчас этим будем заниматься, и будем подавать объявления, будем подавать рекламы, маркетингом будем заниматься очень сильно. Тазбулат Абилгадин не боится остаться без гостей. По его мнению, Кустанай – приграничный город, и через него зачастую проезжает очень много людей. К тому же не стоит забывать и про будущее проведения международной выставки Экспо в следующем году. Для бюджетных туристов хостел – великолепная возможность. Монарбек Касколов и Татьяна Калюжная, РТН.